2021 год радует настоящими крещенскими трескучими морозами. Сейчас на улице примерно минус 21 градус. Саровчане по традиции пришли окунуться в прорубь на пруд Боровой для того, чтобы очиститься духовно и телесно. Ну как сегодня прорубь? Холодно. Как и с морозом? В мороз намного проще купаться. Вот теперь сложнее. Там теплее, чем на улице. Крещенские купания на пруду Боровом в ночь с 18 на 19 января стали для саровчан доброй традицией. Купель была готова за два часа до полуночи, а сходы к воде оборудовали перилами и резиновыми плитками. А на деревянных настилах, которыми оградили прорубь, дежурили спасатели и водолаз. Три автобуса для переодевания. Женский и мужской автобус. То есть любой желающий может прийти, переодеться в теплом автобусе, искупаться, также обратно вернуться, переодеться, в соблюдении всех мер предосторожности. Также там в автобусы запускают мужские по три человека, женские по пять человек. Ну, связано все с ковидом. Подход ко льду оградили сигнальными лентами. Сотрудники специального управления противопожарной службы подсвечивали купель-прожектором. На берегу дежурили медики и наряд полиции. В первые часы зрителей оказалось намного больше, чем желающих искупаться. Ну, приходить посмотреть весело. Непосредственно купаться в проруби, если очень хочется, или если ты закаленный. Почему бы и нет. Из-за сильных крещенских морозов, желающих окунуться в проруби, оказалось не так много. За час на пруд Боровое пришло 14 человек. Крещенские купания по традиции продолжались до 3 часов утра 19 января. При таких низких температурах окунуться в прорубь чаще решались мужчины. Всего в этом году не побоялись морозов. И вошли в Ордань 105 человек. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.